Здравствуйте, меня зовут Габдулина Анара Ибрагимовна, я преподаватель кафедры иностранных языков и переводческого дела. Дисциплина называется «Иностранный язык. Английский язык». Тема 1 – артикл за артикль «Общие сведения». Артикль в английском языке – это служебная часть речи, которая служит для выражения категории определённости или неопределённости предмета, выраженного существительным. Определённость означает, что предмет индивидуализирован, выделен из всех остальных предметов этого вида, а неопределённость представляет собой более общую ссылку на этот тип предметов в целом. Например, «The boy has a ball» – у мальчика есть мячик. В указанном примере имеется в виду некий определённый конкретный мальчик, известный читателю из контекста. А слово «мячик» имеет более общее значение и обозначает, какой тип предмета у него есть. Определённый артикль «The» сопровождает те существительные, которые уже должны быть известны слушателю из контекста, ситуации или из его общих знаний. Также он указывает на уникальные, единственные в своём роде предметы. Определённый артикль в английском языке обладает двумя значениями – конкретизирующим и обобщающим. Определённый артикль в конкретизирующем значении выделяет конкретный, отдельный предмет из объектов данного типа. Это выделение может осуществляться при помощи определения контекста, ситуации или значения самого существительного. I have got a pen. The pen is blue. У меня есть ручка, ручка синяя. Горные цепи. The Alps, Alps, The Urales, Уральские горы, реки, моря и океаны. The Thames, Thames, The Baltic Sea, Балтийское море. The Atlantic Ocean, Атлантический океан. Также он указывает на каналы и проливы. The Panama Canal, Панамский канал. The English Channel, пролив Ла-Манш. Стороны света. The North, Север. The West, Запад. Пустыни. The Sahara, Пустыня Сахара. The Gobi, Пустыня Гоби. Определённый артикль в устойчивых выражениях. All the same, всё равно, тем не менее. By the way, кстати, между прочим. In the morning, утром. In the evening, вечером. In the afternoon, днём. At night, ночью. On the one hand, с одной стороны. On the other hand, с другой стороны. To the right, направо. To the left, налево. On the whole, в целом. The day after tomorrow, послезавтра. The day before yesterday, позавчера. To play the piano, играть на фортепиано. To play the violin, играть на скрипке. To tell the truth, говорить правду. Место артикля в предложении. Артикль в английском языке обычно ставится перед существительным и относящимся к нему словами при их наличии. Например, Перед определенным артиклем the могут стоять определения all и both. Например, Все книги в моей комнате изорваны. Обе ручки не работают. Тема 1 завершена. Тема номер 2. Имя существительное. The noun. Единственное число сингла обозначает один предмет. Например, Cup, чашка, Pen, ручка, Bag, сумка. Множественное число plural обозначает два и более предмета. Three cups, Три чашки, Two pens, Две ручки, Hundreds of students, Сотни студентов. Образование множественного числа английских существительных. Английское существительное можно поставить во множественное число, прибавив к нему окончание S. Оно читается как Z после гласных и звонких согласных. Shoe, Shoes, Hand, Hands. Или как S после глухих согласных. Bad, Bad. Множественное число существительных в английском языке. Существительные в английском языке, как и в русском, могут стоять в форме единственного или множественного числа. Единственное число сингуляр обозначает один предмет. Cup, Чашка, Gun, Пушка, Bubble, Пузырек. Множественное число, Plural, Обозначает два и более предмета. Three cups, Три чашки, Two guns, Две пушки, Thousands of bubbles, Тысячи пузырьков. Образование множественного числа английских существительных. Английское существительное можно поставить во множественное число, прибавив к нему окончание S. Оно читается как Z после гласных и звонких согласных шу-шу-с, Hand, Hands, Или как S после глухих согласных, Bad, Bad, Если существительное оканчивается на свистящий или щипящий звук, то есть на буквы S, Double S, X, Ш, Ч, то для него форма множественного числа образуется при помощи окончаний и S. Например, Bass, Bassis, Match, Matches, Leaf, Leaves, Box, Boxes. Если существительное оканчивается на букву Y, перед которой стоит согласное, то во множественном числе Y меняется на I, и к слову прибавляется окончание и S. Lobby, Lobby, Skies, Skies. Если перед буквой Y стоит гласное, то множественное число образуется по общему правилу при помощи окончания S, а буква Y остается без изменений. Day, Days, Way, Ways. К существительным заканчивающимся на O прибавляется окончание и S. Potato, Potatoes, Tomato, Tomatoes. Если же существительное оканчивается на букву F или FI, то множественное число они меняют на V и прибавляется окончание и S. Например, Zeef, Zeef, Wolf, Wolf. Исключением преобразования множественного числа английских существительных, некоторые существительные по историческим причинам имеют свои значения. и собственные способы построения множественного числа. Например, Man, Man, Woman, Women, Tooth, Tees, Foot, Feet, Goose, Geese, Mouse, Mice, Loose, Lice, Child, Children, Ox, Oxen. Тема номер 2 завершена. Тема номер 3. Местоимение в английском языке. Местоимение в английском языке – это часть речи, обозначающие, но не называющие прямо предметы и лица, их свойства и отношения, или дающие их временную и пространственную характеристику. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. К указательным местоимениям в английском языке относятся следующее местоимение. This, этот, это, это. That, тот, та, то. These, эти, those, те. Such, такой. Вопросительное местоимение. Who, который, кто. What, что, какой. Which, который, кто, какой. Whose, чей, чьё. Whoever, кто бы, ни, который бы, ни. Whatever, чтобы ни, что-нибудь. Whichever, какой угодно, какой бы ни. Тема номер 3 завершена. Четвёртая тема, имя числительное. Числительное, это часть речи, обозначающая количество или порядок предметов. Соответственно, английский числительный делится на две группы. Количественные, cardinal numerals, и порядковые, ordinal numerals. Количественные и числительные, обозначают число предметов. Отвечают на вопрос, сколько? One, один, two, два, three, three, four, четыре, five, five, six, six, seven, seven, eight, eight, nine, nine, ten, десять, eleven, одиннадцать, twelve, двенадцать, thirteen, тринадцать, fourteen, четырнадцать, fifteen, пятнадцать, и так далее. Порядковые числительные обозначают порядок предметов, отвечают на вопрос, которые first – первый, second – второй, third – третий, fourth – четвертый, fifth – пятый, six – шестой, seventh – седьмой, eighth – восьмой, ninth – девятый, tenth – десятый, eleven – одиннадцатый, twelve – двенадцатый, thirteenth – тринадцатый, fourteenth – четырнадцатый, fifteenth – пятнадцатый, и так далее. Года и даты. Года в английском языке читаются следующим образом. Fourteen – hundred, fifteen – hundred and two, eighteen – twelve, thousand – seven. Слова е после упоминания года, как правило, опускаются. Даты записываются порядковыми числительными, например, на этом тема числительная завершена. Тема номер пять – прилагательные в английском языке. Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, обозначающая признак предмета и отвечающая на вопросы «какой?», «который?», «чей?». Английские прилагательные в отличие от русских не изменяются ни по падежу, ни по роду, ни по числу. Small boy – маленький мальчик. Small girl – маленькая девочка. Small children – маленькие дети. Степени сравнения прилагательных изменятся по степени сравнения могут только качественные прилагательные, которые обозначают какие-либо качества предмета и чьё значение может быть выражено в большей или меньшей степени. Существует три степени сравнения прилагательных в английском языке. Положительная, сравнительная и превосходная. Например, soft – мягкий, положительная степень. Soft – мягче, сравнительная степень. Soft – мягчайшая, превосходная. Способы образования степеней сравнения прилагательных степени сравнения прилагательных могут быть образованы синтетически при помощи суффиксов ER и EST, аналитически при помощи слов more, most, less, least и субъективно. Такие исключения, как good, better, best. Синтетический способ возможен только для прилагательных из одного слога и двусложных прилагательных с ударением на последний слог. Например, new, newer, newest, polite, politer, politest. При прибавлении суффиксов ER и EST нужно помнить о следующих правилах орфографии немой и в конце слова опускается. Large, larger, largest, brave, braver, bravest. Превосходная степень сравнения. Превосходная степень сравнения используется для многосложных слов. Для этого перед прилагательным ставятся слова more, most, более, наиболее, less, least, менее, наименее. Effective, more effective, most effective. Dangerous, more dangerous, most dangerous. Тема номер пять завершена. Превосходная степень сравнения. 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 Превосходная степень сравнения.